Друзья, всем привет! И сегодня я вам хочу рассказать такую штуку как купить iPhone 14 Pro Pro Max в Дубае. Вообще не только в Дубае, но в Эмиратах. Почему именно в Эмиратах? Ну, потому что в России серый импорт, да, и официальных поставок нет, например. Плюс я живу два года в Турции и в Россию собственно не собираюсь возвращаться. А в Турции стоимость iPhone примерно ну, в два раза выше, чем в Эмиратах. Ну, и почему я захотел iPhone? Потому что у меня никогда его не было. Я хочу снимать качественные видео. А эта штука, как вы знаете, самая лучшая для съемки видео из мобильных устройств. Ждал, я ждал, ждал выхода iPhone. Знал, что будет ажиотаж в сентябре и не поехал в Эмираты в сентябре. Подождал октябрь. Спрос еще был очень высокий. Ажиотаж не спал. Вот. И наступает, в общем-то, ноябрь-декабрь. Я уже где-то на начало декабря взял билеты в Эмираты. И начинается футбол и начинаются проблемы на заводе Foxconn в Китае, где производят эти айфоны. Самые проблемы с ковидом, проблемы с нарушением прав человека с рабочими. В общем-то, как говорят, Apple недосчитается порядка 20 миллионов устройств именно моделей Pro и Pro Max. Почему именно только эти модели мы рассматриваем? Да потому, что только они действительно сильно отличаются от прошлогодних 13-х моделей. Вот такая небольшая предыстория. Мне, как хоть какому-то там маленькому блогеру эта штука очень будет нужна и полезна для съемок. Тем более, сейчас маленький анонс. Я собираюсь с января в большое путешествие на 3 месяца по странам Юго-Восточной Азии. Поэтому смотрите, подписывайтесь. Будет очень много интересных видео. Надеюсь на новый айфон. Так вот, как же купить айфон в Эмиратах? В Эмиратах вообще стали на данный момент таким международным Миланом. То есть, все туда едут на шопинг не только за телефонами и техникой, но и за вещами какими-то. Потому, что такой Дубай это Милан для тех, у кого нет шенгена. Туда едут все, потому, что пошлины там небольшие новозимые товары импортные по-моему 5 или 6% всего лишь небольшие. В отличие от Турции, где пошлина может достигать 60% от стоимости товара и больше даже. Так вот, все едут туда закупаться. Цены не очень высокие на перелеты, тем более из Турции. Ну, из России тоже не очень дорого летать, очень много рейсов. Как купить айфон в Дубае? Я постоянно мониторю всякие паблики, чаты, в Телеграме о наличии телефонов там, но в наличии даже там в Молах Дубая его нет. Надо ловить. Это как бы первая часть моего рассказа. Первая часть от меня, от первого лица и вторая часть будет у нас за компьютером. Я по карте вам буду показывать, где какие моллы и как лучше ловить телефон. Пока вкратце рассказываю. В Дубае есть два аэропорта. Международный аэропорт Дубая большой, основной и аэропорт Аль-Махтум. Вот в Дьюти-фри основного аэропорта там никогда нет крошек. Нет смысла даже смотреть. А вот в аэропорте Аль-Махтум в Дьюти-фри там есть крошки, но туда сложно попасть, потому что нужен посадочный билет. То есть после зоны контроля уже начинается Дьюти-фри. Имейте в виду Аль-Махтум аэропорт. Там часто есть модели ПРО, ПРОМАКС. Далее в Дубай Моле и Мол оф Эмиредс тоже никогда в официальных магазинах Apple, которые там находятся, никогда нет айфонов. Тоже все забито и скорее всего не будет до февраля-марта. Можно купить у перекупов, но цена будет порядка на 200-300 долларов выше, чем официальная рекомендуемая цена Apple. То есть цена на сайте Apple в Эмиредс. Есть более мелкие Молы, где можно в принципе нарваться на модель ПРО, но часто, если вам повезет и если вы по официальной цене его там увидите, вас скорее всего попросят купить какие-то дополнительные аксессуары, штуки 3-4-5 аксессуаров, и это хорошо, это значит, что вам повезло. Вы берете по официальной цене телефон, который указан на сайте, и еще аксессуары, которые вам в любом случае нужны будут, чехол, защитные накладки и прочее. Это большая удача, поэтому советую поездить по маленьким всяким магазинчикам. Также, если вы собираетесь брать машину в аэропорту Дубая или вообще где-либо, гоняйте обязательно в другие Эмираты, в Молы других Эмиратов, таких как Рассельхайма, там всего 93 километра от аэропорта Дубая ехать, в Молы Аджумана, маленький Эмиратик, еще ближе ехать, и в Молы Шарджи. Мне кажется, там вероятность найти телефон гораздо выше. Сейчас на карте я эти Молы все вам буду показывать, как куда что ехать, что смотреть. И мне кажется, цель покупки телефона или вообще покупки какого-либо товара это хорошая мотивация дополнительная, чтобы еще раз посмотреть Эмираты. Я второй раз там буду уже. Я все видел, абсолютно в каждом Эмирате был, но для меня это такая цель, что еще раз посмотреть Эмираты и какие-то новые места может быть для себя открыть. Ну что, поехали смотреть по карте, где, какой Мол находится и с чего можно начинать. Еще, кстати, Абу-Даби, конечно. Молы Абу-Даби там тоже можно посмотреть. Там есть официальный магазин Apple, но вряд ли там тоже будут телефоны. Так, друзья, смотрите. Вот мы просто забиваем в Google-картах поиски Мол. И у нас вот выходит Дубай аэропорт. Мы пролетаем сюда, допустим. кстати, смотря, откуда вы летите, можно там прилететь в аэропорт Шарджа в соседние Миранда, либо в Абу-Даби. Если бы я знал, что будет такая ситуация даже в декабре с телефоном, я бы прилетел в другой аэропорт и, конечно же, прилетел бы в Аль-Мактум. Кстати, где, надеюсь, на карте находится? не знаю, не знаю, где, 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 в общем, ладно, это сейчас не важно. В общем, если вы попадете в Duty-free аэропорта Аль-Мактум дубайского, то там, скорее всего, телефон вы найдете даже в декабре, может быть, найдете, как люди говорят в чатах. Итак, мы приземлились, допустим, здесь, главный аэропорт Дубая. Два у нас самых больших популярных мола. Вот Mall of Emirates есть и Dubai Mall. Он где-то тут поближе, ну, не суть. Там у нас находятся два официальных магазина Apple, но там наличия ничего нет. Только по презаказу, ждать там пять недель и то не факт, что привезут, чаще всего опаздывают. Ну, мы не можем месяц находиться два в Dubai из-за этого. Поэтому, ладно, нам нужно искать где-то в других местах. Смотрите, как много молов. Итак, что люди говорят по чатам. Вот район Dubai Marina. Здесь есть тоже некоторые магазины техники. Так, что это мне пока? Вот, Dubai Marina Mall. Отлично. Вот здесь есть магазины техники. Здесь также говорят, что часто появляются iPhone по чуть-чуть повыше на цене, чем вот на официальном сайте Apple. Далее, что могу еще порекомендовать, какие молы именно в самом эмирате Дубай. Вообще, в каждом крупном моле есть такой магазин, как Virgin Megastalk. Это магазин техники и электроники. Они есть практически в каждом крупнейшем моле. точно есть Молов Эмиратс, Дубай Моле, тоже есть Дубай Мол, где у нас Бурдж Халифа. Там же он находится где-то в Бурдж Халифе. Где-то вот здесь в общем центр. В общем, там есть магазины Virgin Megastore и у них по чуть завышенной цене чаще всего можно найти телефона. Опять же, в каком-то магазине есть, в каком-то нет. Все, то есть, видите, надо ездить смотреть основные зацепки, я вам сказал. Далее перенесемся в район Дейра. Вот он, район Дейра. И здесь у нас есть... Попробуем здесь забить. Покажут нам Молову Дейра. О, показал. Здесь у нас есть большой магазин техники Замор называется. Замор. Скорее, все, где-то вот здесь он. Пальмонал тоже. Говорили, что здесь бывали телефоны. Так, смотрим дальше, что у нас здесь может быть. Так, на этой дороге у нас здесь был какой-то магазинчик. техники Магазинчик техники. Сейчас я найду его. А вот здесь по-моему выглядит. А, вот, смотрите. The More General Trading. Вот. Магазин техники. И здесь также здесь вообще всегда есть телефон по чуть завышенной цене. Ну, завышенный долларов на 150-200 примерно. Вот, но здесь также есть айфоны Pro. Pro Max, Pro обычные. Значит, The More мы нашли. Далее. В принципе, вообще, вообще, везде здесь можно тоже погулять по Дерии. В Дерии есть телефоны, но, опять же, перекупы, перекупы, перекупы. по официальной цене это большая удача, если найдете. Также нужно торговаться, попробовать поторговаться, потому что можно предложить им другие условия, например, если вы купите по чуть более заниженной цене, но, ближе к официальной, да, но вы купите аксессуары, например, какие-то, может быть, они пойдут на это. Так, далее. Давайте перенесемся в Эмират Рассельхайма, потому что недавно в чатах про него писали, что тут тоже в Молле Рассельхайма название сейчас мы найдем, поищем. Здесь он где-то находится. Вот, Монар, Монар Мол. Вот, в Монар Молле тоже недавно видели iPhone Pro по очень хорошей цене. Pro Max видели 256 гигабайт по очень хорошей цене, то есть по официальной цене люди приобретали. Я вам записываю видео 8 декабря, 9 завтра я улетаю уже в Эмираты и сам тоже буду все искать. Говорили в Монаре есть, но не знаю, ехать туда или нет, 93 километра от аэропорта Дубая, вот это 93 километра вот это расстояние. Машина стоит в аэропорту если брать от 45 долларов в сутки, в принципе можно, но нужны международные права, так что имейте ввиду. У меня есть Российхи только права, я не знаю, машину мне дадут нет, но по крайней мере на месте мы уже узнаем, посмотрим. Я обязательно буду делать видео с самого начала нашего путешествия, дальше посмотрим. Альманар Молы я вам показал, вот он здесь находится в Рассельхайме тоже можно сюда съездить. Шарджа про Шарджа очень мало говорят в чатах, никто там не ищет обычно телефона, но там тоже есть Молы, Молы большие торговые центры. Мегамол Шарджа тоже там можно поискать, единственное, что вообще можно конечно посетить этот Мол и вот эту зону 3 Мола и в каких-то каком-то из них наверняка будет телефон, может быть, а может и не будет, тут лотерея опять же. Так, ну вот и все, наверное, про Абу-Даби тоже вам не буду говорить, рассказывать, потому что в Дьюти-фри аэропорту Дубая там нет, скорее всего, люди говорят, оттуда тоже часто вылетает достаточно, ну а Мол в Абу-Даби тоже очень много, самый популярный это Марина Мол и Яс Мол, вот Яс Мол как раз он вот здесь находится, она была Острый Яс, Аустрый даже Яс, вот, и Марина Мол, где у нас тут, Марина у них, а, ну вот он, вот он, Марина Мол, тоже, я, кстати, там был уже, но он не самый прям такой большой, не факт, что здесь они тоже будут в наличии, не факт, поэтому, я, как бы, все-таки, больше рекомендую по дубайским магазинам, по Дейре пройтись, заглянуть, может быть, в Шарджу, соседний Эмират недалеко, и, собственно, все, если будут какие-то еще вопросы, задавайте, завтра я начну снимать видео, поскольку приземлюсь в Эмиратах, всем спасибо за внимание, подписывайтесь, и, чтобы не победить, izada,